У нас здесь уложено 40 плит, ПАК-14, как раз вертолётные. Вот, сделали разметку, светосигнальное оборудование стоит. Экскурсию «Понеси» Галина Варницына начала прямо с вертолётной площадки. Не так давно здесь полностью заменили плиты и нанесли разметку. Далее по пути следования – отремонтированный участок проезжей части. С дорогами в населённом пункте не всё так гладко, однако стараются справляться с собственными силами, а также привлекают на помощь местных бизнесменов. Пройдя по мосткам вдоль реки, делегация останавливается у берега. У нас здесь раньше была проезжая часть, здесь проезжал автомобиль. Сейчас, естественно, у нас даже деревянные тротуары хотят сюда упасть. Как предложение? То есть, получается, вот этот участок, длинный такой участок, вот здесь подмывает? Да. То есть, там, где излучина реки? Да. Жители НИСИ уверены, если не начать работы по берега укреплению, беды не миновать. Вот эти парадики не для дачных участков, они должны... Довольно масштабную по меркам села стройку в НИСИ развернули в мае этого года. Здесь возводят детский сад на 70 мест. Сдать объект должны к ноябрю 2020-го. Здание будет одноэтажным. Общая площадь образовательного учреждения – 1400 квадратных метров. Сейчас строители заканчивают устройство фундамента под подполье. Параллельно ведут монтаж и сварку металлоконструкций. Всё полностью в металлоконструкции. Сэндвич будут полы, стены сэндвич. Конструкция потолка тоже сэндвич утеплённая, грубо говоря, как термос. И крыша тоже металлическая. В ходе рабочей поездки Юрий Бездудный проинспектировал стройку и пообщался с подрядчиком и начальником участка. Они сообщили о том, что на сегодняшний день уже завезено 90% необходимых материалов. К сентябрю, когда будут построены стены и крыши, планируется доставить отделочные материалы, оборудование и мебель. Работы идут полным ходом. На стройке работает много рабочих. Есть практически все материалы. И до конца года детский садик будет построен. Мы посетили социальные объекты. Понятно, что есть такие объекты, которые требуют либо строительства, либо капитального ремонта. Как, впрочем, и во всех других населениях. Посетил Юрий Бездудный и социальные объекты НИСИ. Осмотрели ФОК, МФЦ, больницу и школу. В образовательном учреждении сегодня не хватает помещений. У нас проблема с площадью, вообще с кабинетами. Нам нужно вот как-то расширяться. Два учебных кабинета у нас могут расширяться. Вот, да, если интернат мы пока... Вы задействуете интернат? Да, два учебных кабинета у нас. Это не есть правильно, но нам деваться некуда. Чтобы учиться в адресе. Да, мы сейчас пройдем, посмотрим. Как-то нужно учить. Руководитель департамента образования, культуры и спорта Нинецкого округа Антон Пустовалов сообщил, что ведомство планирует рассмотреть возможность строительства нового здания для школы вместо капитального ремонта старого. Для этого необходимо вместе с директором учреждения подобрать подходящий проект. Также во время рабочего визита в НИС Юрий Бездудный встретился с населением, а также провел личный прием граждан. У меня вопросов было несколько, не только к губернатору, еще и в отделе здравоохранения. Однозначно они ответить мне сейчас не могут, потому что такие вопросы у меня были, которые сразу не ответишь, которые нужно задаться, чтобы они там решили. Встреча прошла в очень доброжелательной обстановке, комфортно всем, когда, как говорится, могли свои вопросы свободно задать, получить на них, так скажем, ответ, который их удовлетворяет, и так и который правдивный, так скажем. Ну, если учесть по тому, как контингент, который был приглашен, и пришли, то вообще-то плодотворно пришла. Я, например, на многие вопросы, хоть и припоздала, получила ответы. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич и Сергей Конюков, телеканал «Север», НЕСЬ, Ненецкий округ.